Уважаемый Александр Иванович, мы сегодня 27 мая 2024 года, мы жители домов 10, 12, 24, 22, 8 по улице Осипова города Саратова собрались здесь, чтобы записать обращение к вам лично, так как не видим иного пути решения нашей проблемы. Между нашими домами, в непосредственной близости к ним, а именно, ближе 50 метров, в некоторых местах даже ближе 20 метров, планируется возведение крупного строительного объекта, а именно ледовой арены. Данный объект ляжет тяжким грузом на существующей инженерной коммуникации, которые здесь проходят и питают наши дома. Дома, водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, ничего нового по проекту сюда подводить не планируется. Все это ляжет на существующей инженерной сети, которая существует в 60-х годах. Здесь дома 63-го, 64-го, 65-го, 74-го года. Сами понимаете, и так очень сильная нагрузка на эти коммуникации происходит. Кроме того, для того, чтобы существовало данное сооружение, планируется к ним, планируется возведение и функционирование холодильных установок, которые будут поддерживать лед в надлежащем состоянии. Они очень сильно шумят. Для того, чтобы жители убедились в безопасности так называемых данных установок, была проведена администрация и экскурсия в Кристалле, который находится в Солнечном. Это жителей наших домов не убедило, так как очевидно было, что там очень шумно. И жители близлежащих домов это подтверждают. Существуют публикации о возмущении данных жителей из 2010-го и так далее годов. Другие города и другие регионы также подтверждают, что очень сильно шумят данные холодильные установки. Кроме того, планируется, кроме холодильных установок, возведение котельной, естественно, для того, чтобы люди там не замерзли в этом сооружении. Также планируется возведение дополнительной, строительство дополнительной дороги между котком и 12-м домом, что также не прибавит здесь комфорта, который здесь и так нет. Здесь очень мало места. Здесь уже сейчас негде людям парковаться. Дети играют на двух маленьких детских площадках, одну из которых уже снесли. В данный момент снесли все зеленые насаждения на бывшем катке. Здесь существовал каток 60-х годов. У него было нормальное ограждение, которое сменили, кстати, на непонятно что, которое сейчас вот сняли. Нас устроило бы, если бы оккультурили уже существующую территорию. Да, мы согласны, что существуют старые, например, деревья, которые надо подпилить, чтобы они не были опасными. Но в данный момент снесли вообще все деревья, и в данный момент они вообще отсутствуют. Отсутствуют зеленые насаждения. Как вот людям жить в таких условиях? Это никого не интересует абсолютно. Мы не против спорта, не против занятий спортом детьми. Но в данном случае это место выбрано, мягко говоря, неудачно. И оно совершенно, этот объект не вписывается в данную инфраструктуру. Здесь старый жилой фонд, совершенно нет места. Открытая коробка существовала, да. Но крытое учреждение, крытое такое учреждение, спортивное сооружение, оно здесь существовать физически не может. Физически невозможно ему существовать. Мы обращаемся к вам, чтобы вы обратили внимание на нашу проблему, и вы могли нам с ней разобраться. Да, никто заранее не знал, что здесь будет возводиться арена. Никто не спрашивал нашего мнения. Общественное слушание, мы не знаем, когда проводились, где проводились, каким образом проводились. Также мы сомневаемся в том, что вид разрешенного использования даже на земельного участка, если здесь был каток открытый, вообще позволяет строительство крытого спортивного сооружения. Мы в этом очень сомневаемся. И просим проверить и этот вопрос. И также просим проверить, как было, кем было и каким образом выдало разрешение на строительство. И экспертиза строительной каким образом проводилась. Если вот до этого здания, вот до этого дома жилого 24-го, 10-15 метров от данного катка, это не выдерживает никакие нормы. Потому что строительные объекты должны находиться не менее чем в 100 метрах такие, учитывая шум. Спортивные, спортивные, именно спортивные. Спортивные, да, и которые шумят так сильно, особенно. Даже опыт кристаллика убеждает нас в том, что и больше 100 метров, если объект расположен, идет очень сильный шум. Ну а здесь получается у жильцов первого этажа стена будет проходить порядка 10-15 метров. Пожалуйста, помогите, Александр Иванович, одна надежда на вас. Пожалуйста, помогите.